здравствуйте друзья давайте в этом уроке еще раз обратим свой взор на зеленую за на зеленую краску на зеленый цвет который представлен стандартных наборах акриловой краски почему я хочу еще раз обратить внимание на этот цвет потому что работы которые вы мне присылаете очень часто выполнены таким образом что цвет который находится в тюбике вы спокойно переносите на свою палитру но я должен сказать что оттенок представлены в этом наборе очень насыщенный по цвету и использовать его можно скорее всего только в каких-то декоративных работах если мы создаем художественное живописное произведение то мы должны находить оттенки зеленого интересные оттенки живописные как понять и увидеть эти оттенки во первых можно поэкспериментировать взять и вот таким образом по размешивать краску вот я добавил представленный зеленый немного охры это один из оттенков желтого и получил уже более мягкий оттенок зеленого цвета его можно использовать для написания светлых участков в картине если же мы будем писать тень то мы добавим туда холодного цвета но при этом синий тоже является в наборе очень насыщенный и смесь которую мы получим будет довольно ядовитый и насыщенный и нам нужно приглушить этот оттенок мы можем добавить или немного красного но совсем немного потому что красный может но совсем заглушить цвет или каплю коричневого цвета смотрите что сейчас получится этот участок мы будем размешивать с коричневым и получил вот такой оттенок кстати сюда тоже можно добавить немного холодного такая слишком много коричневого но вот этот цвет уже пойдет для написания теневых теплых участков и давайте красный помешаем вот такой интересный оттенок продолжая эксперимент мы можем вот этот теплый смешать с теми цветами которые у нас получились и вот получили вот такой полутон который будет в картине пришли предшествовать теневым участком наверное в этом видео мне будет сложно научить тому что я делаю и только ваш личный эксперимент позволит вам понять оттенки этого цвета очень хорош цвету желтый я бы даже сказал делайте что хотите но не используете цвет который дается в наборе то есть стандартный цвет из тубы а еще у нас есть белила которые могут осветлить все наши оттенки но белила практически не используется в тенях если вы хотите сделать тем более светлую лучше использовать какой-то цвет добавить туда охры наверно это слишком много но белый в то же время нужно использовать осторожно вот такой замес красивый а вот этот оттенок слишком белесый он пропал если добавить больше белого то в картине появится белесость отсутствие цвета вот такой оттенок зеленого уже менее красив для картин здесь появилась белесость и какой-то выгоревший зеленый здесь мало цвета оттенок неинтересный поэтому старайтесь зеленым сохранять присутствие цвета вот какая-то теплая тень на самом деле может быть не очень хороший оттенок но хотя он содержит цвет я хотел сказать что он получился более менее грязным но нет здесь есть цвет и его можно использовать вот в чем идея сегодняшнего урока научиться делать замесы зеленого цвета интересные художественные если вы не создаете декоративную работу то не стоит использовать чистую зелень ту что представлена в тубе производителем нужно находить множество оттенков зеленого вы можете взять весь набор и попробовать смешивать цвета зеленого в следующей работе я постараюсь написать картину небольшой этюд используя оттенки зеленого цвета а сейчас я благодарю вас за внимание если вам построю понравилось это видео напишите свой комментарий можете поставить лайк до свидания оттенки зеленого цвета и пробуйте Продолжение следует...